История России в фотографиях Эммануил Евзерихин К началу войны у Эммануила Евзерихина уже был большой опыт работы в штате Московского Союзфото. В 30-е он много снимал Москву, строящиеся метро, парады на Красной площади, парк Горького, официальные приемы. Несмотря на успешную карьеру, Евзерихина уволили по пустяковой причине – сделал постановочный кадр. Кто-то написал донос. Фотограф перешел в вечернюю Москву, затем в московский комсомолец. В 1941 году Евзерихины рекомендовали фотохронику ТАСС как опытного, высококвалифицированного и добросовестного фотокорреспондента. Уже летом 1941 года он снял знаменитую фотографию подбитого немецкого бомбардировщика в Москве на площади Свердлова и сделал репортаж о московских ополченцах. 17 июня 1942 года Евзерихина официально назначили фотокорреспондентом в действующую армию. Он прошел всю войну. Визитной карточкой Евзерихина стали его сталинградские фотографии. Самый известный из них – фонтан «Дети в Сталинграде» и «Музыкант спасает свой инструмент». Условия работы фотокорреспондентов были очень тяжелыми. Необходимо было не только провести опасную съемку, но и проявить пленку и снабдить снимки подробными описаниями. У фронтовых корреспондентов была своя песня. «Жив ты или помер? Главное, что в номер, материал успел ты передать». На знаменитом снимке Евзерихина «Будем стоять насмерть» батарея «Гаубиц Д-1 образца 43-го года» ведет огонь по обороняющимся немецким войскам. Через 32 года фотограф смог встретиться с героем своего кадра подполковником Вячеславом Царапкиным. Евзерихин снимал бои за освобождение Польши и Чехословакии, День Победы – в Минске. Он перемещался по фронту на машине с пропуском, дававшим право ездить по всем дорогам, охраняемым советскими войнами. «Примерно два месяца», – вспоминал фотограф, – «я путешествовал на маленьком «Опеле» галопом по Европе», – снимал освобожденные территории. Летом 1945 года Евзерихин вернулся в Москву. По моей просьбе я был отозван. И вот опять мирные съемки в столице. Я фотографировал первую лекцию в большой аудитории Московского университета. Многие студенты сидели в военной форме, с боевыми орденами и медалями, даже не успев снять с гимнастерок погоны. Я тоже был еще в военной форме. Штатным корреспондентом фотохроники «ТАСС» Эммануил Евзерихин оставался до выхода на пенсию в 1971 году. А следующие 13 лет продолжал сотрудничать с главным советским фотоагентством. Музык Музык Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok